Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Войск Национальной Гвардии участие в митинге помимо личного состава Росгвардии приняли глава Республики Рашид Темрезов и председатель Народного Собрания Александр Иванов. Участники мероприятия почтили память сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей. Ведомственными наградами и благодарственными письмами был отмечен вклад представителей ряда подразделений Росгвардии в обеспечение правопорядка и безопасности населения. Уверен, что сотрудники управления как всегда будут реагировать оперативно и своевременно от всех жителей нашей республики, от себя лично я благодарю весь личный состав управления за доблесть, мужество и профессионализм, обеспечивающий высокий уровень поддержания стабильности правопорядка и безопасности как в нашей республике, так и в целом на территории нашей Родины Российской Федерации. Российские военнослужащие продолжают героически отстаивать интересы государства в зоне СВО. К сожалению, не все из них возвращаются домой, исполняя свой воинский долг. Наш земляк Мухаммед Мурзаев, родом из Беслинея, показал пример мужества и самоотверженности, проявив себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным в воинской присяге, за что и представлен к правительственной награде Орден Мужества посмертно. В ходе очередного наступления командир специального подразделения «Шторм» лейтенант Мурзаев в тяжелейших боевых условиях организовал ввод личного состава в занимаемый противником опорный пункт. Этот бой для него оказался последним, но его боевым товарищам удалось уничтожить живую силу противника и занять освобожденные позиции. «Они понимают, что их работа там не зря. Они работают так, чтобы здесь мы могли под мирным небом жить, дети ходить в школу, старики жить, наслаждаться своим временем, которым отпустила судьба. Спасибо таким, как Гамад Нукович, потому что только благодаря таким ребятам, как они, мы сегодня, как великое государство, как суверенное государство, можем громко вслух заявлять о своих возможностях и своих желаниях во всем мире. Еще раз хочется сказать спасибо огромное родителям. Никакие слова отцу и матери не вернуть сына. Но, уйдя туда, запомнился молодым, отработал на все стоим. Таким честь и хвала». «Хотел бы выразить искренние слова соболезнования семье Мухаммеда, друзьям, близким, всем нам, сослуживцам его. Мы потеряли по-настоящему верного боевого товарища, настоящего друга, настоящего командира. Это большая для нас потеря. Мухаммед, он, насколько вы знаете, получил офицерское звание лейтенанта. Он хотел служить, хотел служить. Это была его мечта. И тому доказательство, что офицера не каждый рядовой получит. Это было его стремление. Он хотел продолжать служить на благо нашей страны, на благо Родины. Но, к сожалению, погиб. Это большая для нас утрата. Огромная. Вот я приехал от лица всех наших боевых товарищей, проводить его в последний путь. Низкий ему поклон, его семье. Хочу передать от всех наших сослуживцев». К другим темам. Накануне вечером рабочий кабинет главы Карачева Черкесии постили «Необычные гости». Рашид Семрезов пригласил к себе юных жителей республики. О том, как прошла встреча, расскажет Дарья Тендит. Глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов радушно поприветствовал юных гостей. Алана Чекуева и Ирина Колкунова участвовали в новогодней акции «Елка желаний». А Дамир Шурдумов из Черкеска в ходе прямой линии записал видеообращение, в котором попросил о личной встрече. Рашид Борис Пиревич, я Дамир Шурдумов, ученик 2-го Б-класса, гимназии 13-го, город Черкес. У меня очень много вопросов, но один вопрос хочу уточнить лично с вами при встрече. Глава республики провел экскурсию по рабочему кабинету, залу переговоров и рассказывал, как принимаются важные решения. Дети были впечатлены и восторжены, слушали его. Мне там понравилось больше всего, где нам показали комнату переговоров, потому что там у каждого стоял микрофон у стула. Атмосфера встречи была дружественной и теплой. В ходе разговоров дети рассказывали о себе и своих увлечениях. Алана Чакуева подарила Рашиду Бориспиевичу картину своего исполнения. Глава республики был тронут этим жестом и пообещал повесить ее в своем кабинете. Эта картина была самая последняя, которую я нарисовала на ИЗО. Очень сильно рада при встрече, потому что не каждый может прийти к Рашиду Бориспиевичу и поговорить с ним. Рашид Бориспиевич проявил искренний интерес к каждому ребенку. Он внимательно слушал, о чем мечтают ребята, кем хотят быть, когда вырастут и дети, в свою очередь. Хотели узнать, несложно ли быть главой республики. Это непростая и ответственная работа и задача – быть руководителем. Ну и здесь обязательно надо еще раз сказать и про поддержку, которую сегодня своим трудом показывают наши жители республики. Конечно же, ту поддержку, которую мы ощущаем от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому будем дальше стараться, чтобы вы подрастали самыми умными, самыми красивыми, профессиональными, продолюбивыми. И вот чтобы завтра вы уже прославляли нашу республику и делали ее лучше и краше. В завершении встречи Рашид Семрезов написал ребятам свои пожелания на будущее и вручил подарки. И на память об этом дне сделали совместное фото. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Центре для одаренных детей «Спутник» стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России-2024». Участвовали педагоги со всех районов Карачаева-Черкесии. Им предстояло выполнить одно конкурсное задание заключительного тура «Мастер-класс». Альбина Ламкова продолжит. Сейчас состоится торжественная церемония закрытия муниципального этапа конкурса «Учитель года-2024». Атмосфера в зале немного напряженная. Педагоги испытывают волнение, но в то же время и радость от возможности показать свои знания и наработанный опыт. А вот кто стал победителем, мы узнаем совсем скоро, так как уже позади основные испытания. Одна из участниц конкурса Айшат Дадаева. Она работает в школе села Учикен 23 года. Преподают химию и биологию. Здравствуйте, вы уже в финале. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, почему вы приняли участие в этом конкурсе и какие методы вы используете в образовательном процессе? Здравствуйте. Мне стало интересно, я не первый раз участвую в данном конкурсе «Учитель года». И мне очень нравится делиться опытом с другими учителями и также приобретать какие-то новые навыки от других учителей. Перенять что-то новое и интересное. Применяю следующие методы в образовательном процессе. Очень нравится системно-деятельностный подход в обучении, а именно проектная деятельность. Также использую на уроках компьютер. И очень нравится проблемное обучение, так как у меня предмет химия-биология. И детям очень нравится, когда проблемно ставишь вопрос, и они очень любят решать именно такого рода задачи. Испытываете волнение? Конечно, это чувствуется, но я стараюсь бороться с этим волнением. В Зеленчукском районе проведено совместное профилактическое мероприятие госавтоинспекции, участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы и сотрудников уголовного розыска. Мероприятие было направлено на нормализацию оперативной обстановки на территории района, предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств, снижение дорожно-транспортных происшествий, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, распрытие ранее совершенных преступлений, предупреждение и пресечение правонарушений в сфере лесного хозяйства. Кроме того, в ходе проводимых мероприятий особое внимание обращено на предупреждение мошенничества и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Полицейские проводили с участковыми дорожного движения профилактические беседы и вручали памятки о том, как же не стать жертвой мошенников. Так, в результате проведенных мероприятий на территории Зеленчугского района составлено 34 административных протокола, в числе которых выезд на полосу встречного движения, тонировка, лишенные водительского удостоверения, подложные государственные регистрационные знаки, управление транспортным средством без полиса ОСАГО, а также управление незарегистрированным транспортным средством. Спортивные вести и копилка медалей Карачева-Черкесии пополнилась еще на одну серебряную. Дзюдоист Амирхан Аджиев занял второе место на первенстве России среди юниоров, который проходил в Ременске. Тренирует юного спортсмена Расул Абзиев и Рамазан Татаркулов. С призером соревнований встретился наш корреспондент Алихан Лепшоков. Отрабатывали технику, каждую схватку оттачивали мастерство по несколько часов в день. Готовились к соревнованиям серьезно, рассказывает тренер юного спортсмена из Карачева-Черкесии. Амирхан Аджиев мечтает покорить мировые спортивные арены, занимается президентским видом спорта уже три года. Это его первые серьезные соревнования. В турнире участвовало более 80 борцов из разных регионов страны. На первых схватках юному дзюдоисту удалось легко преодолеть соперников. Чуть сложнее было на финальном татаме. Амирхан встретился с более опытным спортсменом и чуть уступил по баллам. В итоге у нашего дзюдоиста серебро. Он боролся 157 кг. Сами соревнования были очень хорошие. И тренер тоже очень хороший был. Он подсказывал. В финале опыта не хватило. И само по себе, когда тренер не послушал, и на него пошел. Тренеры Амирхана Аджиева, Рамазан Татаркулов и Расул Эбзеев считают, что у их подопечного большой потенциал. Главное, он не ленится и обладает большим интеллектом, что немаловажно в этом виде спорта. Мы с Амирханом поехали, туда готовились. Усердно Амирхан очень сильно готовился. Утром, вечером, можно сказать. Он сам по себе очень трудолюбивый парень. И есть такие спортсмены, которые надо заставлять. А его надо останавливать. В финале поставили ему задачу. Ну, как говорится, чуть-чуть ушел от задачи и начал свою борьбу строить. То есть тактику не послушался. Ну, нам чуть-чуть совсем не хватило, чтобы выиграть эту Россию. Ну, дай Аллах, чтобы мы на следующей России, чтобы хорошо отборолись. Мы ожидали, честно, золото. Ехали за золотом. Но получилось, как получилось на все воле Всевышнего. Честно говоря, подвела, так сказать, тактика, опыт. Это его первые такие серьезные соревнования, где он выступает. И по неопытности уступил в финальной свадке. И тренеры, и спортсмен провели работу над ошибками. Сейчас Амирхан Аджиев отдыхает. Через несколько дней начнет готовиться на новые соревнования. Скоро юный дзюдоист поедет на Спартакеаду, который будет проходить в Сочи. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Далее программа «Сила права». Тема очередного выпуска – итоги надзорной деятельности УЗЖГУТИНСКОЙ Межрайонной прокуратуры. Продолжение следует...